Привет всем, друзья! Мы рады вас видеть опять на нашем канале Mellow Taste. Ваши лайки и участие в нашем путешествии по здоровому образу жизни и открытию новых фактов о специях, которые мы так любим и ценим. Сегодня мы вместе с вами откроем секреты специи, которые называют королевой приправ. Эта специя родом из Азии, но сегодня ее выращивают во многих других странах, например, Шри-Ланке, Гватемале, Танзании и Малайзии. Она и по сей день занимает место одной из самых дорогих специй в мире, уступая место только шафрану и ваниле. Итак, сегодня мы поговорим о кардамоне. Кардамон – это очень распространенная кулинарная специя с многочисленными полезными для здоровья свойствами. Вообще-то, кардамон получают из нескольких видов растений. Эти растения растут в основном на индийском субконтиненте. У плодов сушеного кардамона приятный аромат и немножечко вяжущий вкус. Некоторые говорят, что его аромат напоминает гвоздику, а вкус – смесь имбиря и корица. Кто-то вообще считает, что вкус кардамона уникален и имеет мятные нотки с примесью лимона. И если пожевать семена, то во рту появятся приятные ощущения тепла. Вообще-то, есть два вида кардамона – зеленый и черный. Зеленый в Индии зовется чоты ть-элайхи, то есть в переводе – маленький кардамон. Его собирают с дерева элитария кардамому. А вот черный растет на деревьях амомом субулату. Каждая из этих разновидностей кардамона имеет свои полезные для здоровья свойства – различный вкус и запах. Кардамон – одна из древнейших специй в мире. Этой специи уже многие тысячи, да, даже не сотни лет. И исторические факты использования кардамона насчитывают более четырех тысяч лет. В Древнем Египте и Риме эта специя была популярна из-за своего немного вяжущего аромата. Она была основным ингредиентом в духах, ароматизированных маслах и благовониях. Насчет того, как специя попала в Европу, есть традиционный взгляд. По нему викидке в своих путешествиях открыли кардамон и привезли его в Европу вместе с такими специями, как гвоздика, кориандр, имбирь, корица и кумин. Специи многие века были эпицентром торговли и культурного обмена. Древние торговые маршруты пролегали между Индией, Константинополем и Китаем, с северо-восточной Африкой и Южной Европой. Со средних веков богатые шведы использовали гарм-масалу, приправу из Индии, чтобы отличаться от рабочего класса. Так, специи были прерогативой состоятельных, и в их домах изысканно пахло специями. В нашем видео о перце мы говорили о том, что в Риме так любили перец, что платили за него золотом. Мы еще столько много фактов говорили о перце, что советую обязательно посмотреть полное видео по ссылке в описании. Там мы рассказывали, например, чем черный перец отличается от душистого. Сколько вообще разновидностей перца и как их выращивают, а также о том, как нас обманывают производители перца. Так вот, про викингов. Говорят, они набрели на кардамон на венецианском торговом маршруте, и с тех пор их потомки по сей день используют эту специю. В десертах, хлебе, почти так же часто, как в Индии. Король Швеции Густав VI тоже в нее значительно лепт в популяризацию приправ и специй Швеции. А вот Даниэль Сера, кулинарный археолог, исследовал средневековую еду и викингов, и не согласен с этой традиционной теорией. Он говорит, что к середине XI века кардамон был известен не дальше Кёльна в Германии. Он также сказал, что поверье о том, что кардамон давал королям викингов особую мудрость, тоже ерунда. И это не находит никакого подтверждения в древней литературе. По его версии, в Скандинавии кардамон появился под мавров. Так звали арабов-мусульман из Испании и Берберии в VII-XVII веках. Жили мавры на Иберийском полуострове, где они поселились в VII-VIII веке. Кстати, слово Бербер равноценно понятию «благородный человек» или «свободный мужчина». Так назывались в VII веке жители Северной Африки, принявшие ислам. Их влияние распространилось и на элиту Европы в VII-VIII веках. Даниэль Сера также говорит, что 500 лет спустя датский монах по имени Кнот Йоул, получивший образование во Франции и Германии, упомянул кардамон в своей кулинарной книге. Сера говорит, что эта кулинарная книга – одна из единственных сохранившихся со Средневековья, которая включает в себя мавровские рецепты. По его версии, кардамон по сегодняшний день в Скандинавии любят повсеместно, именно потому, что Скандинавия, в отличие от Европы, дольше оставалась приверженцем средневековой пищи. Итак, сегодня Скандинавия – одна из топ-стран-любительниц этой специи. Скандинава добавляет кардамон и в выпечку, и в традиционные напитки – глок и глинтвейн. Кстати, если хотите увидеть вариацию на тему праздничного безалкогольного горячего напитка «Глинтвейн» от «Мэллоу Тейст», кликайте на подсказку. Глинтвейн – это название немецкое, но вы поняли, речь идет о ароматизированном вине со специями. Так вот, в Скандинавии одна из обязательных составляющих в нем – это кардамон. В Швеции кардамон входит почти во всю выпечку – от дрожжевых кардамоновых булочек до пирога с кардамоном. А еще есть ласси с кардамоном, овсяные блинчики с кардамоном, гранола с кардамоном, пудинг и семян чия с индийскими орехами и кардамоном. И список можно продолжать бесконечно. А знаете ли вы, что весь Европейский Союз импортирует более 1 тысячи тонн кардамона в год на сумму более 6 миллионов долларов? И Швеция – топ страна в списке тех, кто его закупает. В Швеции кардамон потребляют на 60% больше, чем, например, в Штатах. Это звучит странно, но если вы хотите немного вкуса истинной Скандинавии, просто добавьте в блюдо кардамон. Кардамон используют не только в азиатской кухне и как составляющей смеси для азиатских специй, но и для многих других целей, например, как освежитель дыхания в Индии после посещения ресторана. Практически в любом индийском ресторане кардамон, а также фенхель и прочие приправы предложат вам в заключении трапеза. А кстати, знаете ли вы, как их правильно есть? Вам принесут вот такое блюдечко с рософью специй и часто в нем будет лежать небольшая ложечка. Внимание! Эта ложечка не для вас лично и она же дается всем посетителям. Вот вам наш квест. Как съесть специи из такой ложечки, не облизывая ее и вообще не поднося к рту. Те, кто знает, не подсказываем. И пока кто-то думает, ставим, ставим палец вверх. Раз, два, три. Итак, ответ и лайфхак для тех, кто не был в Индии, но собирается скоро посетить индийский ресторан. Вы берете специи ложечкой, насыпаете в ладонь и опа! Вот так вы жуете. Супер вкусно и полезно. Кардамон Кардамон – это плод многолетнего дерева. Оно, кстати, принадлежит к семейству имбирных и имеет очень большие темно-зеленые листья. Дерево родилось в провинциях Малавар и Цейлон в Индии. Раньше деревья кардамона росли в таком количестве в районе Южной Индии, что эти места были известны под названием Кардамоновые предгорья. На 19 веке британцы стали культивировать кардамон для продажи в Индии. Дерево кардамона цветет интересными белыми и бледно-зелеными цветами, свисающими вниз на длинной ветке. До того, чтобы получить плоды, треугольные коробочки-капсулы надо ждать три года. Плоды обладают приятным камфорным ароматом. Для получения специй с дерева собирают еще недозрелые коробочки и сушат их на солнце. После просушки их смачивают водой еще раз и сушат. Каждая коробочка содержит 15-20 небольших коричневатых семян. А сколько у кардамона видов? Давайте начнем с двух основных групп. Как делится кардамон? Черный кардамон отличается от зеленого и имеет много разновидностей. Бенгальский, малабарский, миссорский, тутикарийский. Он широко применяется в индийской, китайской и среднеазиатской кухнях. Эти плоды собирают на позднем сроке их созревания, поэтому коробочки его намного больше, чем у зеленого. И для сушки капсулы часто помещают возле костра. Поэтому у этого кардамона коричнево-черный цвет и сильный дымчатый запах. Он немного отдает камфорой. Продается черный кардамон целыми коробочками. Его также продают уже очищенным, с семенами или уже помолотым. Если вы покупаете кардамон в капсулах, то можете прожарить их в ги перед использованием, чтобы раскрыть аромат специям. Он насытит воздух немного терпким, остроперечным, горячим запахом. Те из вас, кто являются веганами, замените ги на любое нейтральное растительное масло и получите тот же эффект. Кстати, ребят, если хотите больше узнать про ги, подписывайтесь на наш канал. И уже в ближайших выпусках мы с вами не только приготовим невероятно быстрый, вкусный и полезный алюминический рецепт, но и расскажем много интересного про ги. Но если вы купили черный кардамон в коробочке, то можете также сами выбрать из него семена и перемолоть их. Или использовать не помолотыми. Например, пожевать после еды. Черный кардамон обычно используется в пловах, бирьяне, пулау и карри. Чаще всего его не используют с коробочкой. И открывая ее обычно выкидывают, а используют только семена. Внимание! Этот кардамон никогда не используется в сладких блюдах. Не перепутайте. А еще заварите коробочки кипятком и дайте настояться. Затем пейте такой чай, если у вас болит живот. Или какие-то еще проблемы с пищеварением. Кстати, в Китае черный кардамон применяется для лечения запоров. Ну, бывает же. Еще один лайфхак. Заменить черный кардамон в блюдах всегда можно зеленым. Но никогда не наоборот. Помните, черный кардамон очень уникален по своему запаху и вкусу. И во многих рецептах его трудно заменить. Если у вас его нету, то иногда в зависимости от рецепта лучше просто пропустить эту составляющую. У зеленого кардамона нет такого дымного, горячего запаха и вкуса. Но он считается более ценным, чем черный. У него интенсивный, уникальный вкус. И он часто применяется в сладких блюдах. Он более повсеместно используется и более известен, чем черный кардамон. Чтобы получить зеленый цвет, коробочки снимают с дерева недозрелыми и сушат. Если вы хотите хранить кардамон, то не открывайте капсулы, так как они сохраняют вкус и запах специи. Как только капсулы вскрыты, кардамон сразу начинает терять свой аромат. Кстати, зеленый кардамон очень часто используется целиком. А знаете, где еще супер-пупер популярен зеленый кардамон? В медицине и аюрведе. Итак, как мы с вами уже узнали, кардамон широко используется в среднеазиатской и индийской кухнях. Особенно хорош он в десертах, чая и кофе из-за своего сладковатого привкуса и аромата. А вот в древней индийской науке аюрведа вообще-то все, абсолютно все специи классифицированы в соответствии с тем, какие они имеют качество для человека, какой у них вкус и как они влияют не только на тело, но и на дух. Друзья, на нашем канале Малоу Тейст мы не просто исследуем модным тенденциям вегетарианства или веганства, и не просто так выбираем, что приготовить. Мы следим за общей гармонией состояния человека и рассказываем и показываем вам только то, что сами используем. А также то, что мы проверили на себе или что изучили, и нам это показалось интересным, полезным или просто расширяющим кругозор. Например, кардамон – это засегдатый нашего рациона, и мы на себе испытали его полезные свойства. А что о кардамоне говорит древняя наука аюрведа? Если вы смотрите нас регулярно, то знаете, что аюрведа в переводе с древнеиндийского языка санскрит означает знание о жизни, и более 5000 лет. Эти знания записаны в ведах, в древнеиндийских трактатах, содержащих разнообразные составляющие, начиная с того, как вести здоровый образ жизни для тела и души, и заканчивая тем, как вести военные действия, и также заповеди для правящих королей. Так вот, по аюрведе эта специя обладает согревающими и успокаивающими качествами. Считается, что он балансирует все доши. Справка. Доши в аюрведе – это биологические энергии, из которых состоит тело и душа человека. Но больше всего внимания в ведах уделяется пониманию души, мыслей и тела, эмоций и одухотворенности в контексте устройства Вселенной. В соответствии с этими древними учениями, Вселенская жизнь проявляется в трех основных видах энергии или душах. В каждом из нас есть все три вида этой энергии, но в течение жизни эти энергии приходят в дисбаланс. Поэтому употребление аюрведической еды в сочетании со многими другими практиками помогает человеку восстановить этот баланс и быть здоровее, счастливее и пребывать в ментальной, духовной и телесной гармонии. Итак, какую роль во всем этом играет наш дорогой кардамон? Токсины, которые накапливаются в теле из-за неправильного питания, образа жизни или мыслей, блокируют нормальное функционирование тела, а также уменьшают уровень энергии. И это часто приводит к ослаблению иммунитета и болезни. Согревающее и очищающее действия кардамона помогает нам избавиться от токсинов в теле и оставаться здоровыми. По многочисленным исследованиям черный кардамон помогает при респираторных заболеваниях – кашле, гриппе и орзе. Он смягчает дыхательные пути, тем самым облегчая их состояние и имеет отхаркивающие свойства. Кардамон невероятно хорошо помогает для переваривания пищи. Это отличное средство при несварениях, гаде и зуде живота. Ребят, а пилили вы когда-нибудь чай или кофе с кардамоном? В Индии заказывая чай, если вы говорите просто чай, то вам всегда принесут не черный чай без молока, как привыкли пить в Европе, а черный чай с молоком, специями и кардамоном. Потому что чай означает там именно так приготовленный напиток. Так что, если вы хотели зеленый чай с лимоном или без молока, обязательно, всегда-всегда это надо озвучить перед заказом. А на Среднем Востоке в кофе всегда добавляют кардамон. Если кто-то из вас пил турецкий кофе, который распространен также и в Европе, то вы знаете его тонкий вкус. Ну а сейчас, зная то, что мы с вами открыли про кардамон, вы еще и понимаете, почему это делается. Кардамон – замечательный нейтрализатор кислотности в пище или напитках. Негативный эффект от кислотности кофе, а также черного чая, замечательно уходит при добавлении в них молотых семян кардамона. Но еще эта специя усиливает восприятие вкуса и запаха еды и активизирует пищеварительный энзим, а также помогает правильному обмену веществ. Кардамон поможет вашему желудку переварить тяжелую или кислую еду. Вот еще один факт проживания кардамона. В масле, которое содержится в этой специи, ученые нашли особый питохимический элемент. Он называется цинеол и также содержится во многих эфирных маслах. Цинеол обладает невероятно сильными антисептическими и антибактериальными свойствами. Он убивает бактерии и плохое дыхание, а также лечит многие инфекции. А вы знаете, что молотым кардамоном в Индии лечат даже укусы ядовитых змей? Друзья, поэтому мы предлагаем им жевать после еды кардамон. Но, конечно, не по поводу змей, а потому что он антисептик. Вместо жевательной резинки, у которой есть много негативных побочных эффектов. Как для зубов, так и для желудка. О которых, кстати, не сообщают производители. Как не раскрывают они и точного состава жвачки. Например, жуя жевательную резинку регулярно, вы наносите вред челюсти, зубам. И можете заработать головные боли и даже поносы. А также вы можете начать есть больше нездоровой пищи. Получить проблемы с желудочно-кишечным трактом и эрозию ротовой полости. При которой кальций просто уходит из зубов и они буквально растворяются. Ну а еще жвачка содержит ланолин. Это продукт, который получают из шерсти овец. И веганам такое, ну просто никак не подходит. А вот, жуя регулярный кардамон, вы дезинфицируете ротовую полость. И даже можете лечить ее инфекцией. Если это зеленый кардамон, то по желанию его можно жевать прямо целой коробочкой. Ну или просто выбрать из него семена и жевать их. Кстати, в древние времена люди как раз и жевали специи, либо кору деревьев, как антибактериальное средство. Ну а если у вас проблемы с почками или мочевым пузырем, кардамон вам просто показан. Это благодаря насыщенности клетчаткой 2 грамма на 1 столовую ложку. Эта специя вместе с тем же мочегонным эффектом борется с повышенным кровяным давлением. А также поддерживает здоровый уровень холестерина и триглицеридов в организме. Это обе субстанции, которые пакуются вместе для транспортировки по клеткам. Ну и как будто мало этой специи, титулов и перечислений. Кардамон еще способствует контролю веса и уровню сахара в крови. Так как он также помогает сбалансировать уровень глюкозы. Ну а для сезона простуд супер важная инфа. Кардамон так богат витамином С, что просто прокачивает иммунную систему на другой уровень. И так помогает бороться с вирусами и инфекциями. Друзья, а сейчас информация для найтгеймеров и тех, кто просто любит подольше не спать. Часто, если мы остаемся бодрыми в течение долгого времени, допоздна, потом не можем заснуть. В таком случае понюхайте кардамон. Его аромат, содержащий в себе эфирные масла, многим помогает заснуть и хорошо выспаться. В нашем видео о печеньках от Санса из Игр Престолов вот тут. Мы уже говорили о кардамоне и о том, что он хорош для спортсменов. По исследованиям он улучшает атлетические показатели и является антиспазматическим средством. Ну знаете, иногда бывает судороги при тренировках. Массаж, сведенный судорогой мышцы, маслом кардамона, добавленным в базовое масло, например, сезамовое, расслабляет ее и убивает судороги. Для уменьшения боли при гастрите, судорогах или кашля капните пару капель эфирного масла кардамона в стакан воды. Ну а при икоте просто пожуйте 2 или 3 коробочки зеленого кардамона. Друзья, природа все создала идеально. Смотрите, молотые семена кардамона в чай либо вместе с медом моментально избавляют человека от жажды. Попробуйте, представляете, как это важно в жарких странах Азии, где как раз и растет кардамон. Он отлично сочетается с такими специями, как фенхель. О фенхеле мы, кстати, рассказывали в нашем видео о теплом салате. Также вы можете сочетать кардамон с гвоздиками, например, в выпечке. Сладкие соусы, пудинги, пирожные и молочные коктейли заиграют новыми вкусами и ароматом с кардамоном. А также совсем не будут тяжелыми для желудка. Так что готовьте большие порции печенек, если готовите с кардамоном. Учитывайте, такие вкусняшки домашние сидят сразу, и вам может и не хватить. Ну а еще перемолотым кардамоном посыпьте фрукты или фруктовые салаты. Попробуйте добавить большую щепотку кардамона в все же выжатый лимонный сок. Или как добавку морковно-изюмовый салат. Ну и как мы с вами уже знаем из прошлых видео, целые, но слегка на треснутые коробочки кардамона можно также положить в воду, в которой собираетесь готовить рис до начала процесса. Они придадут рису новый, восточный, неповторимый аромат. Друзья, внимание! Кардамон – одна из редких специй, которая содержит максимальное количество цинка. А для веганов и не только, в ней содержатся такие необходимые витамины и микроэлементы, которых всем так часто не хватает. Кальций, фосфор, магний, железо и уже упомянутый цинк. Ну и витаминчики B1, B2 и B3. Так что, друзья мои, жуйте кардамон. Помните, его можно жевать как в коробочке, если зеленый, и также его семена. Освежаем дыхание, стимулируем пищеварение, худеем. Ну, в общем, все дружно готовимся к весне. Ароматные вам весны с королевой специй – кардамоном. Я – Анастасия Иванцова. До встречи! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!